Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал. И сегодня у нас с вами обзор на новиночку от Who the Beauty. Это палетка Empowered. Мы с вами сделаем пять макияжей и обсудим, подробно стоит покупать эту палетку или нет. А прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео и обязательно написать комментарий, потому что этим вы очень поможете развитию моего канала. Ну и давайте скорее начинать. Первый макияж мы начинаем с оттенка Power. Набираю его на плоско-пушистую кисточку и фиксирую зону под бровью и зону своей косточки. Я тоже фиксирую этим оттеночком. У нас получается достаточно такая мягкая база для того, чтобы дальше туда уже что-то последующее втушевать. На эту же кисточку я набираю оттенок Big Dreams. Это такой сероватый интересный оттеночек. И им я начинаю закреплять внешний уголок. Далее этим же оттенком я создам такую немножечко треугольную форму во внутреннем уголке. Как бы подчеркну свой внутренний уголок. Это, знаете, все вайп последнего макияжа Кайли, которая с коллекции Batman. Вот у нее там... Мне надо повторить этот макияж и я успокоюсь. Это, знаете, когда песня какая-нибудь в голове крутится и тебе нужно ее послушать, чтобы она прекратила крутиться у тебя в голове. Так же с макияжами. Что-то очень крутое увидел. Везде это пихаешь, пока не повторишь этот мейк. Надо просто повторить мейк Кайли и вообще забыть уже про эту форму несчастную. Хотя мне нравится, по-моему, очень симпатично это все выглядит. Далее мы наберем оттенок Confident и подчеркнем вот здесь вот нашу форму во внутреннем уголке и еще дополнительно затемним внешний уголок. Далее мы переходим к сияшкам. Набираем оттенок Duet. Это очень такой красивый влажный шиммер и он имеет тоже рыжеватый оттенок. Я наношу его, видите, вот прям таким каткризом. Нам даже ничего не нужно подрезать при помощи каких-то консилеров, потому что настолько плотный цвет у этой сияшки, настолько она жирная и кремовая, что она сама за себя все подрезает, да? Сама собой. Сам себе подрезал, сам себе нанесся. И очень красивая получается форма, такая достаточно четкая у складочки, да, темная. И там вот эта вот бронзовая такая рыжеватая сияшка. И так как она, ну, слишком рыжая, чтобы втушевать ее во внешний уголок, то я еще набираю оттенок Visionary. Это такой мраморный оттеночек из палетки. И им я также при помощи пальчика подтушевываю вот место стыка этой сияшки Duet и место своего затемненного уголочка внешнего. Собственно, нам осталось совсем немножко в этом макияже. Мне кажется, мы его почти закончили. Осталось совсем немного. Я хочу набрать кремовый оттенок Purpose, вот этот вот черный. И с его помощью создать такую стрелочку, да, подчеркнуть этот макияж. Давайте это сейчас сделаем. Итак, мы прорисовали стрелочку, прорисовали внутренний уголок. Конечно, плотности этого черного наверняка недостаточно, да? И я не думаю, что он будет фиксироваться. Скорее всего, его нужно чем-то закрепить, потому что уже прошло минут пять. Он все еще такой жирненький. Вот, но мы посмотрим. Я сейчас буду красить второй глаз, и мы посмотрим, что случится с этим в процессе. Так что проведем такой тест-драйв своеобразный вот этого вот конкретного оттенка. Ну, жирненькая текстура наверняка надо закреплять, да? Там я практически в этом уверена. Да, на 99,9%. Но вот эта вот доля процента остается, что все-таки не нужно. Что все-таки, возможно, оно само по себе как-то закрепится. Сейчас засохнет и останется неподвижным. Вот. Но мы все проверим. Вот. Нам осталось в этом глазу только реснички прокрасить. Мне нравится, как получился макияж. По-моему, он такой аккуратненький, очень симпатичный. И очень простой. Скажем честно, вообще ни капельки не напряжный. Но выглядит так эффектно. Такой лисий глазик у нас опять. Все, что в последнее время, какая-то вот эта вот рыжая тематика, она нас не оставляет. Ну и вот такой образ у нас получился. Мне кажется, что макияж выглядит очень-очень красивым, да? Такой он достаточно простой. Вообще не напряжный в производстве, так скажем. Но, тем не менее, комплементарный. Выглядит красиво. Глаз такой вытянутый, сияющий. Короче, я довольна. Это достаточно эффектно. Давайте теперь перейдем ко второму глазу. И здесь мы будем использовать в полной мере вот эти вот кремовые тенюшечки. Оттенок Worthy. Это такой коричнево-какой-то коричнево-сливовый, что ли, оттенок. Я его примерно таким вижу в палетке. Мы сейчас им полностью заполним нашу подвижный век. Мы сейчас им полностью заполним наше подвижное веко. И уже с его помощью, да, на него будем дальше лепить остальные оттенки. Смотреть, как они работают сверху на этой подложке. Потому что, как я понимаю, это как раз задумано, ну, как подложечки в этой палетке. Набираю оттенок Big Dreams и закрепляю с его помощью складочку. Снова берем нашу чистую кисть и все подтушевываем. Все края. Нам не нужно здесь никаких четких границ. Все должно быть очень-очень размыто. Теперь я набираю оттенок Visionary. Это мраморный оттенок из палетки. Знаете, он вот мраморный, но он все равно какой-то рыжий. Он типа рыжий-фиолетовый должен быть, но я рыжинку вижу гораздо больше, чем фиолетовинку. Хотя, вот мне кажется, в видоискатель видно, что он немножечко все-таки и фиолетовит. В общем, его я наношу полностью на подвижное веко. И растушевываю, оттушевываю его остатки в свою складочку. Да, втушевываю, чтобы все переходило очень мягко. Было вот такой вот, как я уже упомянула, гранжевый растушеванный эффект. Мне хочется от этого мейка именно такого результата добиться. Теперь нам нужно заполнить внутренний уголок. И для него мы будем использовать матовый оттенок. Мы воспользуемся оттеночком. Вы знаете, здесь вот даже нечем толком воспользоваться. Power мы попробуем. Он такой самый светлый из всех вот этих матовых. Но, тем не менее, он все равно рыженький. Но ничего, да. Учитывая, что у нас там такая сияшка рыжеватая, он будет в тему. Я не хочу здесь сияния на внутреннем уголке. Я хочу, чтобы он остался именно матовым. Попробуем нанести вот этот оттенок Visionary, который у меня на подвижном веке, также и на нижний век. Ребята, конечно, к этому макияжу очень хочется добавить накладных ресниц, таких пушистеньких, чтобы глаз смотрелся вообще гигантским, просто огромным. Но, честно, у меня сейчас нет времени. Мне нужно сейчас это все смыть и снимать дальше. Потому что очень много нужно выпустить контента в ближайшее время. Так что я надеюсь, вы не обидитесь, что у меня нет накладных ресниц. Ну, практически как обычно, да, и очень редко их клею. Потому что я ленивая жопа на себя их клеить. И я вам хочу сказать, что у меня на слизистых, да, на верхней слизистой у меня вот такой вот лайнер от Hindasha. А на нижней слизистой у меня карандашик от Seventeen Mocha в оттенке 29 Mocha, да, это и есть оттенок. И за счет того, что это такой вот коричневый нюдец для губ, он очень красиво смотрится. И глаз выглядит еще более открытым, при этом не заплаканным. Я прям обожаю, я очень люблю вообще гелевые всякие карандаши наносить именно для губ в слизистую нижнюю. У меня какой-то пунктик на этот счет. Вот, и знаете, я довольна этим макияжем. Он такой красивый и может быть и дневным, и вечерним, и прям, ну так, секси-шмекси смотрится, да. Прям реально я очень-очень довольна. Посмотрите, как красиво закатно переливается этот оттенок. Я что-то сначала на него немножко нагнала, но нет, он, он правда красивый. Я довольна. В принципе, я люблю на своей внешности подобные цвета. Эта палетка, мне кажется, очень комплиментарна именно, ну вот, к моему типу внешности. Хотя я уверена, что и на других девочках, и на светленьких, и на блондинках, особенно на голубоглазых блондинках, это будет божественно красиво, потому что такие рыжие оттенки так шикарно подчеркивают голубой цвет глаз. Это просто непередаваемо красиво. Вот. В общем, я довольна, я довольна и этим макияжем. Я довольна и этим макияжем. И мне все так нравится, и такая я сегодня молодец. И я надеюсь, что вам тоже очень понравились эти мейки. Ну, если не очень понравились, пишите, в любом случае, пишите свои впечатления в комментариях. А мы с вами переходим дальше к следующим макияжам. Друзья, этот макияж мы начинаем, как обычно, с прокрашивания слизистой черным карандашом. У меня это иль макияж в оттенке Бэтмен. А также выстраиваем форму карандашом, моим самым-самым любимым для построения формы, от Make Up For Ever в оттенке 506 Endless Cacao. И посмотрите, у нас получается достаточно такая графичная форма. Я делала подобный макияж с глиттером на своей модели. И меня просили показать, как этот макияж создается. Так вот, это вообще макияж Насте Pink Mint. Он такой стал прям разрывным, да, очень популярным в Инстаграме, в Ютубе. После того, как Алена Погребняк у всех визажистов просила такой макияж, никто не мог его повторить. Я решила на своей модели повторить такой мейкап, чтобы как-то заманить к себе Алену, но она никак не заманивается, к сожалению, не приходит ко мне. Очень жаль, Алена, пожалуйста, приди. Ну так вот, и я решила вам показать такой мейк сейчас, без глиттера. Мы будем использовать сияшку из палетки для этого макияжа. Но я решила сделать на себе подобный мейк, потому что меня просили в комментариях к шорцу с этой моделью показать, как такое создается. Так вот, мы прорисовываем вот эту вот форму карандашом. Я немножко адаптирую форму под свое веко, потому что у меня, во-первых, один глаз больше, один меньше, один с нависанием, второй без нависания. Поэтому на мне подобные макияжи, ну, немножечко проблематично так делать, особенно, когда делаешь их сам себе. Но, тем не менее, вот, я простроила форму, как мне показалось, достаточно адекватно для моих глаз. Главное нам здесь, просто об этом, мне кажется, и Настя говорила, и я вам сейчас это повторю. Главное не округлить по форме бровки. Нам нужно создать такую выемку, да, такую ямку, можно сказать, вот этой вот формы, да. Мы не повторяем форму брови, потому что у нас тогда получится круглый глаз. Мы хотим сделать более узкий, более вытянутый кошачий глаз, и для этого нам нужно так вогнуть вот эту вот линию нашей формы, и тогда мы получим тот эффект, которого нам хочется. Итак, нам нужно определиться с блестяшкой. У нас тут, на самом деле, выбор, ну, невелик, все такое золотое. Вот, я буду носить либо блестяшку Limitless, либо блестяшку Carisma. В общем, что-то вот из этого вот мы нанесем. Я склоняюсь вот к этой, но единственное, они по формуле такие, знаете, как хлопьями, жирными, масляными набираются. Это, честно, не очень удобно, это очень неудобно распределять. Вот, поэтому давайте мы сначала закрепим наш карандашик при помощи матовых теней, а потом будем разбираться уже с сияшкой. Нам понадобится оттенок. Давайте возьмем вот этот Keep Going. Вот, матовый коричневый. Мне кажется, что им будет очень хорошо закреплять этот карандашик. Ребята, я в итоге вынуждена была наносить оба оттенка, потому что первым я выбрала Limitless, но с ним вообще невозможно сладить. Он не набирается кистью ни при каких обстоятельствах. Это просто комки таких жирных хлопьев, которые можно брать только пальцем. Когда вы распределяете это пальцем, во-первых, в такой, внутри такой формы, очень сложно распределить это пальцем, потому что, чтобы ничего там вокруг не запачкать, на лишнее не залезть, а эти блестки потом невозможно будет убрать, если вы залезли лишними блесточками на свою уже графичную форму. В общем, мне не понравилось, как он наносится. Он хлопкуется, и он жует века. Просто вы нанесли и получили такой сжеванный комок из вашего века. Это очень некрасиво, очень неприятно. И ничего невозможно с этим сделать. Вы растираете, 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 но вот эти вот, такая фольга прям, она прям сжевывает максимально все века. Это мне не понравилось, и сверху я решила нанести оттенок каризма, который такой уже более желтенький, более ядрено-золотой. Он не то чтобы прям спас ситуацию, но вот на этом глазу выглядит лучше, чем на этом. Этот был первым и больше пострадал. Но, ребята, мне скоро уходить. Мы едем на день рождения, и мне все равно придется закончить этот макияж. Короче, сделать его. Вот, сейчас я попробую спасти ситуацию. Может быть, при помощи еще ресничек мы как-то спасем. Ну, в общем, постараюсь выправить. Но, видите, какая история. Когда мы наносим туда глиттер, например, у нас клейк для глиттер, и мы приклеиваем глиттер, то все отлично смотрится, все замечательно. Но здесь вот такая вот текстура максимально неудобная. В общем, этот оттенок, при том, что он, по идее, должен быть, наверное, звездой палетки, он очень неудобный в работе. С ним практически невозможно сладить. Поэтому он мне не понравился. Теперь нам нужно обратиться к более темному оттеночку, чтобы подчеркнуть форму, во-первых, и нарисовать стрелочку. Стрелочку мы будем рисовать, конечно, оттенком Purpose. Это черный, такой жирненький оттеночек из этой палетки, кремовые формули. А вверх мы подчеркнем... Давайте возьмем оттенок Legacy, наверное, потому что он достаточно темный. Хотя, опять же, у нас сейчас будет все такое рыжеватенькое. А, давайте, знаете, как я смешаю Legacy и Consident вот этот вот оттенки. И с такой вот смесью постараюсь там себе все закрепить. И вот, ребят, наш финальный образ. Мне кажется, что красиво получилось все равно так как-то интересно. Инстаграмненько. Я подклеила немножечко пучки на внешние уголки. Не стала все заклеивать ресницами, чтобы не забивать этот макияж. Но мне кажется, что в целом выглядит красиво. Напишите, пожалуйста, свои впечатления, как вам. А мы сейчас отправляемся на день рождения. Я заодно посмотрю, как все это будет носиться. Так, ребята, сделаем чек-ин. Я уже вернулась домой. Прошло часов шесть, наверное. Вот, все на месте, кроме помады, естественно. А блестки никуда не делись. Они и не скатались. И, знаете, такое ощущение, как будто стало меньше оживать веки. То есть, как-то все стало выглядеть более адекватно. Вот, в прошествии времени. Мне кажется, где-то через час так допустило веки. Да, они уже были не настолько пожеванные. Еще, видите, севеснушек нафига отшел спреем. Так мне больше понравилось, как все это выглядит. В общем, симпатично по итогу. Друзья, этот макияж мы начинаем с нанесения оттенка Геррид на все подвижное веко. Его же мы оттушевываем в складку. У нас получается такая дымчатая растяжка вот этого абрикосового цвета. Он мне нравится. Он красивый. Но, опять же, он не выглядит настолько абрикосиком в палетке. Насколько абрикосом он выглядит потом на глазах. Ничего страшного. Это уже ожидаемо от худы. Что у нее все выглядит абсолютно не так, как выглядит в палетке. И этот макияж у нас будет с акцентом на нижнее веко. Поэтому сейчас мы воспользуемся оттенком Purpose. Черным вот этим кремовым оттеночком. И нанесем его на подвижное. Тьфу, на подвижное. Нанесем его на нижнее веко. И оттушуем такими стрелками красивыми, длиннючими. Еще хочу попробовать нанести его в слизистую. Посмотреть, как он будет там носиться. Ребят, пока я строила форму этим оттенком, у меня и слизистый он уже немножечко подсъелся. Конечно же, я буду носить это сегодня. И сниму какой-нибудь чек-ин, где мы посмотрим, как вообще держится этот оттенок. Потому что все остальное мы сейчас закрепим. А то, что в слизистой, закреплять мы не станем. Кстати, для закрепления нам понадобится оттенок вот этот Weiner. Да, это такой серенький цвет. И, возможно, оттенок еще Confident мы добавим для затемнения. Посмотрим, насколько нам оттенка Weiner вообще хватит. Мне в целом хватило затемнения оттенком Weiner. Потому что его не видно, как серый. Да, он такой графитовый какой-то получился. Черно-серый оттенок. В общем, красиво и интересно смотрится. И немножко приглушил интенсивность черного. Хотя вот этот черный, скажем честно, ну не настолько прям очень яркий. Да, он полупрозрачный. Так что вот друг на друга они наложились. И выглядит это очень симпатично, на мой взгляд. И еще я воспользовалась оттеночком Power. Это самый светлый матовый из палетки. И им я растушевала немножко нижнюю границу. Мне пришлось так прищуриться. И прям вот по границе, по валику там подтушевать. Это дает красивый, более мягкий эффект. И сейчас, так как в палетке есть сияшки, которые мы еще не пробовали, мне бы хотелось воспользоваться одной из них. У нас осталось, мне кажется, две сияшки нераспробованные. Да, это Manifested. И это сияшка Bold Mouth. Хотя еще вот эта вот Courages, она тоже была у нас в первых впечатлениях. Мне кажется, сейчас я не использовала ее в макияжах. Так что, возможно, ее тоже придется куда-нибудь воткнуть. Но пока, пока возьмем сияшку, давайте манифестовать, наверное. Вот это с необычной формулой. И так как у нас тут нижняя века, да, нужно прокрасить такой сияшечкой. И она полукремовая. То я возьму такую маленькую синтетическую кисточку. Наберу эту сияшечку. И нанесу ее прям поверх своей вот этой тушевки на нижнем веке. Она достаточно плотная по цвету и перекрывает серый оттенок. Я хочу ее полупрозрачно растянуть, чтобы она его не сильно перекрывала. Чтобы было видно, что там все-таки у нас затемнение. Ну, вообще, знаете, вот красиво, но у меня все равно ощущение, что она поджевала века. Так же, как вот эти вот бешеные сияшки в странной формуле. Но в целом, вот так вот, если бы очень близко не рассматривать, да, то вроде даже очень симпатично. И не видно особо этого поджева. Ну и то, как выглядит после использования этот оттенок, это тоже отдельный вид неэстетического удовольствия, ребята. Это, конечно, отвратительно. Балетка сразу приобретает какой-то несимпатичный вид, да, благодаря тому, что вот эти вот оттенки, они такие скукоженные все какие-то. Разодранные, перебитые. В общем, некрасиво. И во внутренние уголки мы воспользовались оттенком Bold Mouth и нанесли его во внутренние уголки. Ну, он такой достаточно простой, да. В этой палетке, можно даже сказать, неинтересный шиммер. У него банальная до неприличия формула, да, даже как-то скучно. Но на самом деле с ним проще гораздо справиться, чем с остальными. Хотя он посушит других в этой палетке. Поэтому вот я не знаю, пока я не определилась с ним. Мне не хочется, честно говоря, его как-то полноценно использовать, потому что, на мой взгляд, он просто скучный, да. Он неинтересный. Но вот в целом мой макияж, макияж глаз, да, практически готов. Я сейчас закончу полностью весь образ и вернусь к вам показать финальный результат. Ребята, я закончила макияж лица. И вот такой вот образ у нас получился. Мне кажется, что выглядит очень даже симпатично. Хотя и не без косячков со стороны худы, да. Но, тем не менее, в итоге все красиво. Знаете, так бывает. Вот на что-то пробуешь, доделаешь, тебе нравится итог, все красиво получается. Но, блин, в процессе ты испытываешь какие-то неприятные эмоции, сложности. И в итоге смазанное вот это ощущение, да, того, что тебя просто дико бесит палетка. Ты не можешь ничего с собой поделать, потому что она настолько бесячая. Она вот и хороша вроде бы, да. Но, тем не менее, настолько раздражает тебя в процессе работы, что ты понимаешь, что, ну, не будет прям абсолютно положительных каких-то эмоций. Но я сегодня еще поношу этот макияж в течение дня. Сделаю чек-ин. Мы посмотрим, как все это вообще носится, держится и так далее. И потом уже сделаем какие-то выводы, да, по поводу этой палетки. Мы с вами переходим к последнему образу и к обсуждению палетки. Ребята, давайте сделаем чек-ин. Уже прошло восемь часов с момента нанесения макияжа. И, конечно, он скорее мертв, чем жив, да. Потому что, видите, вот здесь вот все подскаталось на нижнем веке. Вот поэтому я всегда использую подложку. Вы даже видите, что творят тени? Вот, они там везде закатались. Просто это уже некрасиво. Я думаю, что в этом виновна вазелиновая основа. Да, это выглядит не очень симпатично. Здесь у меня немножко потек глаз, поэтому вот так вот подсиелось. Но в целом вот закрепленный матовым вот этот вот кремовый оттенок держится норм. На подвижном веке тоже все вроде более-менее адекватно. Здесь что-то чуть-чуть отпечаталось у меня. Короче, ну, макияж такой уже не первой свежести. Его уже скорее хочется смыть, чем носить дальше. Знаете, вот такое вот ощущение от мейка. Вот, где-то больше смылось, где-то меньше смылось. Ну, короче, уже не так эстетично, как все это смотрелось попервой. Поэтому, наверное, мне придется его подсмыть, потому что это какое-то безобразие уже даже неприличного. Друзья, финальный образ мы начали с кремовой подложки. Я использовала матовые кремовые тени от Luxe Visage в оттенке Nude Beige 103. И также я потом воспользовалась карандашом De Lila 087 от Rouge Bunny Rouge, чтобы простроить вот такую вот интересную инстаграммную опять форму. В общем, стараюсь вам побольше давать каких-то и необычных макияжей, потому что обычных макияжей мы и так в любое время с вами наделаем. И теперь нужно воспользоваться оттеночком Confident из палетки, чтобы зафиксировать вот эту вот нашу интересную форму. Теперь мы воспользуемся оттеночком Get It, чтобы подтушевать слегка во внутреннем уголке нашу форму, чтобы она так более мягко уходила туда, в зону ближе к переносице, да. Потому что здесь я стрелку подтушевывать не буду на внешних уголках, а вот во внутренних прям то, что доктор прописал, очень-очень нужное. Ну и что же, нам осталось перейти к сияшкам, заполнить внутреннюю часть нашего подвижного века, да. Вот, и мы воспользуемся сияшечками. Давайте возьмем сияшку Courages, вот эту вот, и Visionary, уж больно она мне полюбилась за время тестирования этой палетки. Такой получается у нас доохромненький переход. Мне нравится, как это выглядит красиво. Давайте чуть-чуть почистим вот эту вот часть переходную. Возьмем оттеночек... Ну, давайте, наверное, смешаем Keep Going и Get It, вот эти два оттенка. И получим такой средненький для растушевки оттенок. Так, слегка оттянем, чтобы у нас просто был плавный-плавный цветовой переход. Но мы все равно существуем в рамках вот этой нашей формы, которую мы вначале построили, то есть дальше ничего не уводим, да. Мы в ней вот в такой достаточно четкой истории пребываем. Не знаю, честно говоря, хочу ли я на нижнее веко вообще доносить что-то. Но, наверное, нужно для такой полноценной, да, картинки. Давайте также эту же смесь мы нанесем на нижнее веко. Слегка под затемним оттенком Confident. Ну и теперь надо, конечно, взять какую-нибудь другую сияшку. Давайте возьмем сияшку Duet, вот этот вот шиммер, слегка его наберем и нанесем во внутренний уголок. Друзья, вот такой вот финальный образ у меня получился. Мне кажется, что выглядит очень-очень красиво. На губах у меня карандаши NYX Nude Beige и карандашик Genova от Chic. Каждый раз мне кажется, что я неправильно произношу как-то это название, но я никак не могу запомнить, как правильно. Генуя, Genova, в общем, как-то так. И блеск от Jeffrey в оттенке House Tour. В общем, это все. И, как по мне, макияж прям выглядит очень удачным, таким комплементарным, красивый, такой закатный он получился, да. Прям вот идеально в тематику палетки он, такой рыже-фиолетовый, да, вот все, что нам Хода предложила. Мы все и использовали. Это наш финальный образ. И я сейчас убегу на работу, а когда вернусь вечером, я уже запишу свои впечатления о палетке. Мы заодно посмотрим, как макияж наш проносился в течение всего дня. Ребята, давайте еще посмотрим на этот макияж в освещении подъезда. Тут всегда очень красиво. В общем, это, наверное, мой любимый макияж будет за все время тестирования этой палетки. Но он, правда, такой красивый получился, комплементарный прям. Я как рыбка золотая. Кстати, смотрите, как подозрительно. Лифт не приходит. Обычно приходит, когда я что-то снимаю. Вот. Очень красивые вот эти переливы сияшек. Прям вот эти вот два оттенка. Они прям обалденно красивые. Ребят, пошло что-то не так. Я не буду с этим макияжем списывать финальное мнение. Там будет какой-нибудь другой макияж. И, возможно, даже не с худой. Но вообще это не важно, потому что я очень устала на сегодня. С момента нанесения мейка прошло дофига часов. Я даже не знаю, сколько. Я накрасилась в 9 утра. Сейчас уже 11 часов. И вот, вот что осталось от макияжа. В целом, знаете, ну не так все и плохо. Можно даже сказать, нормально все продержалось. Тушь местами чуть-чуть отпечатывается. Ну, причем тут тушь. Нас интересуют тени. Они слегка поблекли, но все нормально. То есть, вот, блестяшки подскатались даже на подложке. Но, опять же, ну, как бы учитывая то, сколько я уже с этим макияжем, это не страшно. Мне все еще безумно нравится вот этот вот переход из такого рыжего в фиолетовый. Мне прям очень-очень нравится переход этих оттенков. Я ничего не могу поделать. Это прям мой любимый макияж, наверное, за время съемок. Красиво все это сияет. Я сегодня тоже собрала кучу комплиментов в адрес макияжа. Короче, он максимально удачный. Продносился он, я тоже считаю, очень даже неплохо. Видите, ну, конечно, блестяшки подскатались. Немножко все это так уже подрастерлось, подразмылось. Но, в общем, в общем, так. Нормально, знаете, нормально. Я стараюсь тестировать максимально без подложек, потому что вы меня об этом просили. Но если бы, конечно, были подложки, было бы гораздо лучше. Вот прям сто процентов было бы лучше. Даже вот этот вот цвет, например, у нас здесь же, ну, есть подложечка из карандаша, и уже цвет носится адекватнее. Поэтому я все-таки адепт подложек постоянных. Ну что ж, друзья, вот мы с вами и добрались до обсуждения самой палетки. Конечно, я уже не в макияже от Худы, потому что нужно все быстрее успевать. Скоро Черная Пятница. Мне хочется вам все вкусняшки показать, чтобы вы могли определиться, что вам заказывать через друзей, знакомых, байеров, как угодно. Ну вот, в общем, чтобы вы понимали, что к чему по новиночкам. Итак, палетка у нас стоит 67 долларов, и мне кажется, что это дороже, чем обычно стоит у Худы. По-моему, в прошлые годы стоило 60 или 65 долларов. В общем, не такая значительная оценка, но тем не менее, как бы, цена стала повыше. Хотя, учитывая упавший курс доллара, да, плюс-минус осталось так же, как и было. У байеров ее можно купить в среднем за 6 тысяч рублей. Насколько это адекватно, думайте сами. Но скоро Черная Пятница, поэтому наверняка будут какие-нибудь скидки. Это классическая такая ежегодная, да, большая палетка на 18 оттенков. И в этом году Худа нам тут положила два кремовых рефила, да. Один из них Purpose, один Worthy, черный и такой коричнево-сливовый оттенки, которые можно использовать в качестве подложек, которые можно использовать как лайнеры, да, чтобы прорисовать стрелочку для нанесения в слизистую. Сразу давайте мы проговорим про эти оттенки. Они не сильно пигментированы. Они имеют такую слабую, если наслоить, среднюю пигментацию, да. Очень хорошо на них наслаиваются сверху тени. То есть в качестве подложек они работают отлично. Я использовала оттенок Purpose в качестве лайнера, чтобы прорисовать стрелку и для нанесения в слизистую. И слизистый достаточно быстро он смывается с уголков. Но у меня, надо признать, очень мало что держится в уголках крепко. Да, обычно на серединке остается, по уголкам все смывается. У меня только держатся карандашики от Романовой, от Виктории Бекхам и от Вивьен Сабо. Гелевые карандаши тоже отлично держатся. А, сейчас еще держатся от Иль Макияж. Просто вообще идеально. Там ничего никуда не убегает. И подводки от Inglot. Также у меня хорошо держатся. Все, вот на этом мой список закончен. Я пока не нашла ничего, что будет хорошо держаться и другого. Поэтому, ну в целом, для такого продукта это нормально, я считаю. Накраситься этим можно. И оно никуда не ползет, не убегает. Если это зафиксировать тенями, то вообще держится как прибитое. Мне очень нравится. Матовых тут оттенков раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. То есть, половина палетки это матовые оттенки. И они, надо признать, практически все одинаковые. Вы посмотрите просто вот на этот вот рыженький уголок. И если в палетке это выглядит достаточно разнообразно, то есть, они такие, как будто бы даже разные на глазах. Разница настолько невелика. Особенно оттеночки Power, Best Self и Gerrit. Да, они такие все абрикосово-рыженькие. И я люблю на себе такие оттенки. Но они не дают какого-то разнообразия. Благо, у нас здесь еще есть серый оттенок, например, от Winner. Он мне понравился, он очень симпатичный. Оттенок Rebel тоже отдает каким-то рыжеватым на коже. Но в целом, он выглядит лучше, чем вот эти вот оттенки. И оттенок Confident для затемнения. Но оттенка Confident, знаете, такая текстура, он самый сухой. Он хорошо наслаивается, он не осыпается. Все с ним отлично. Но за счет вот этой сухости, он не настолько пигментированный, как хотелось бы. То есть, чтобы вам прям хорошо затемнить уголок, вам придется использовать смесь оттенков Purpose или Worthy кремовых. Сверху наслаивать Confident, да, чтобы прям получить хорошее затемнение. Потому что сам по себе Confident этого затемнения вам не даст в нужной интенсивности. Ну, по крайней мере, мне не дает. Возможно, на прям светлокожих девочках интенсивности будет достаточно. Но не все светлокожие девочки любят такие рыжие оттенки. Хотя, опять же говорю, я люблю. Особенно с голубыми глазами это смотрится очень-очень красиво. Да, такая рыжиночка. Давайте теперь пройдемся по самому интересному и вкусному в этой палетке. По сияшкам. Ребята, здесь что-то пошло не так. Вот на этом этапе, да, мой мозг немножечко сломался в этой палетке. Я не поняла вообще за что худо. Мне очень-очень понравились оттенки Visionary. Это мраморный оттенок. У него красивый такой закатный перелив от рыжего к фиолетовому. И это смотрится обалденно красиво. Мне понравился оттенок Do It. Он кремовый, такой вкусный, жирный, кремовый шиммер. Красивого, бронзово-медного оттенка. Вот такой вот. Очень-очень было интересно. Мне понравился по цвету оттенок Courages. Но на нем уже начинаются проблемы. Это оттенок, который так хлопкуется и очень плохо набирается. Набирается в основном только пальцем. Но если еще оттенок Courages можно набрать с помощью кисти, плюс-минус там, да, как-то поднапрячься, все равно пальцем работает он хорошо. А с кистями это уже жуткая проблема, да. Все вот так вот летит из палетки хлопьями, вылетает. И потом это приходится пальцем обратно спрессовывать. Потому что очень много продукта таким образом тратится. И дальше у нас давайте еще более-менее такой скучный, совершенно неинтересный шиммер Bold Moves. Вот этот вот, да. Он такой какой-то серебристо-никакой. Серебристо-никакой. Вот, по-моему, идеальное для него название. Тут я вижу серебро и золото. Оно как бы смешивается. Но на глазах выглядит ну так себе. Очень скучный, очень интересный оттенок. Прям мой нелюбимый по цвету оттенок в этой палетке. У нас был тут такой манифесты, да, оттеночек, который по формуле был чем-то очень интересным. Такой какой-то буквой. То ли S, то ли Z. Я уже не помню, что там было такое изображено, да. Какая-то загогулина, молния. Вот. И вот эта вот буква, она была... Это такая вазелиновая основа. То есть, вам нужно смешать цвет и вазелин и получить жирный такой классный вкусный шиммер. Все очень круто звучит, да. Но на деле, если нанести без подложки, во-первых, он скатывается быстро. Я думаю, что виной тому вот эта вазелиновая вот база. И даже вот абстрагируясь от того, что он скатывается. Это для меня вполне себе логично. Он, опять же, очень плохо набирается кистью. Он начинает жевать века. Это некрасиво. Он попозже, там, через час-полтора отпускает века. То есть, все становится более-менее нормально. Но к тому моменту он уже скатывается. Поэтому с этим оттенком вообще какая-то беда. То есть, делать просто оттенок для красоты я вообще не вижу никакого смысла. Зачем? Почему? У нее есть в предыдущих палетках тоже вот эти вот вазелиновые фигня. Я в них вообще даже не лезла. Я даже там не трогала. Но здесь это прям полноценный цвет. Поэтому я решила залезть своими руками. Ну и выглядит это максимально отвратительно, честно говоря. Это некрасивый, неэстетичный оттенок по итогу получается. Потому что вы так все расковыряете. И там какая-то каша малашина. Ну и за финалем мы, мои недовольства цветами Limitless и Charisma. Это вот эти два золотых оттенка, во-первых. Но почему опять все это золотое? Это уже скучно, неинтересно. Миллион раз было. Почему нельзя сделать что-то небанальное, классное с какими-нибудь шикарными дуахромами? Да сделать всю палетку вот с такой формулой вот этих вот мраморных оттенков. И то будет классно. В предыдущем году, в прошлом году была офигенная формула у шиммеров. Они были такие красивые, что все восхищались. Почему нельзя было повторить? Даже пусть и с золотыми цветами ту же формулу. Зачем надо изобретать, пытаться что-то новое, что по итогу оказывается некачественным, плохим. Вот эти оттенки, они не набираются кистью вообще. Просто вы можете даже не пытаться. У вас ничего не наберется на кисть. А если что-то наберется, то это будут хлопья, которые вы не растушуете по глазу. Это в любом случае нужно носить только пальцем. То есть тут вариант не запачкать ручки не получится. Только пальцем. Они оба сжуют максимально ваше веко. Через час-полтора опять же отпустят. Но сначала будете ходить вот с таким вот прям сжеванным, зафольгированным веком. Это некрасиво. Это не эстетично. Я пыталась это приклеить на липкую базу. Еще только хуже становится. Потому что оно начинает залипать и еще больше пятнить. Короче, это просто отвратительная формула. Я не знаю, зачем она нужна. Блин, худо. Ты что? Что ты делаешь? Вот. В общем, как можно понять по моему отзыву. Я не очень довольна этой палеткой. Я, можно сказать, вообще ею недовольна. Потому что по матовым все шикарно. Но мне не нравится, что они почти все одинаковые. Они все рыжие. Даже при моей любви к рыжим оттенкам, зачем такое количество рыжих? Нельзя сделать каких-нибудь холодных коричневых, теплых коричневых, нейтральных коричневых. Что-то разнообразное. Чтобы вот этот вот ряд был разным, а не рядом одинакового цвета. Чуть-чуть темнее, чуть-чуть светлее и так далее. В общем, это прям даже при том, что цветовая история абсолютно моя. Мне нравится, она комплементарная. И мне даже нравились макияжи, которые у меня с ней получались. Все было очень красиво. Я все равно палеткой недовольна. Так бывает. Знаете, вы что-то пробуете, делаете. Все красиво, все хорошо. Но процесс настолько тягомотный, настолько задрючный, что вы не получаете нужного удовольствия. Вы больше мучаетесь. И результат, он не стоит вот этих вот мучений. Поэтому я думаю, что от палетки я избавлюсь. Я пока не знаю. Я не уверена в этом на 100%. Потому что, честно говоря, меня удерживает всего один оттенок. Visionary. Вот этот вот дуахром мраморный. Мне безумно понравился. Он прям классный, шикарный. И мне очень-очень он зашел. Но вряд ли ради одного цвета я, конечно, оставлю целую палетку. Оформление в этом году красивое тоже. Ну, худо всегда. С оформлением все классно. Вот эти вот глаза. Это все прям супер стильно и интересно. Но наполнение в целом, ну, мы все видели, да. Она же не скрывала, она же не показывала вместо этих цветов что-то другое. Все мы видели, что мы получим по итогу. И поэтому многие, мне кажется, в этом году не хотят и не хотели покупать эту палетку. Я ее взяла для обзора. Потому что каждый год худо. Это такой горячий и вкусный пирожок. Но в этом году пирожок оказался немножечко забродивший, горький и изгнивший, да. И, к сожалению, пользоваться им нет никакого желания. Увы, вот так вот. Так бывает. Я огорчена. Я очень не люблю, когда мне не нравится косметика. Я люблю покупать косметику и получать от нее кайф. Здесь я не кайфанула. Я больше раздражалась, бесилась. Даже говорю, несмотря на красивый по итогу результат. Поэтому я, со своей стороны, не рекомендую эту палетку к покупке. Вообще, ни в коем случае, ни за какие деньги. Но если вы очень-очень хотите, и вас даже не напрягают все минусы, которые я перечислила, то, конечно, берите матовые по формуле хороши, мраморный оттенок отличный и кремовые. Кстати, по кремовым оттенкам, знаете, очень странно. Я имею вот эту вот формулу рассыпучих шиммеров. Не сделать заглушечки, как, например, делает Патрик Та, или как у Наташи Диноны. Заглушки в кремовых рефилов, да, отделенных от сухих, чтобы с сухого продукта ничего не ссыпалось. Здесь этого нет. Кстати, они и не запачкались, да, я была максимально аккуратной. Но, тем не менее, это странно. Мне кажется, что должны быть заглушечки. Для этого, опять же, нет. Увы и ахуда, пожалуйста, вернись к старым формулам. У тебя все было отлично, все было замечательно. Только по цветам нужно как-то поинтереснее поиграть. Но не надо вот эти отвратные шиммеры, которые никуда, блин, не налепить, потому что у них ужасная, отвратительная, мерзотнейшая формула. Вот. Видите, я максимально негодую. Мне очень-очень не нравится. Ну и на этом все, друзья. Я закончила свой обзор на худо. Я даже не знаю, что еще сказать, что похвалить, поругать, с какой стороны. Если я не ответила на какой-то из вопросов, который вас интересует, вы всегда можете задать его в комментариях. Да и в целом, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Этим вы очень сильно поможете развитию моего канала. А мы с вами увидимся в следующих обзорах. До новых встреч. С вами была Диана. Пока-пока.